Перец на зиму Перец на зиму Перец на зиму Наливаем растительное масло В какую-нибудь посуду И каждый перчик смазываем этим маслом Хвостики у перцев можно не отрезать Но мы специально их оторвали Чтобы больше помещалось в банку Перца много Ну вот так достаточно И я уже нагрел духовку до 220 градусов Отправляем туда наш перец Минут на 30 Вот так перчик греется Пока перец запекается Стерилизуем банки Банка паром моментально нагревается Поэтому в принципе достаточно одной минуты Подержать так над паром Все достаточно Банка простерилизовалась Ставим следующую Пока перец запекается Нам нужно в каждую баночку Положить по чайной ложке соли Это примерно на литровую На 800 граммовую банку Большой разницы нет По столовой ложке сахара Теперь чтобы это все быстрее И хорошо растворилось Наливаем немного воды Кипяток Ну и нужно поболтать Чтобы оно лучше растворилось Потому что когда перец укладываешь Потом приходится уже с перцем Это все болтать И это тяжелее Теперь режем в каждую банку По одному-два зубчика чеснока Его можно сразу на дно класть Можно потом между перцем Но его желательно сюда положить Потому что он дает очень хороший запах Чеснок желательно резать тонко Он так лучше отдает свой аромат Перчик запекался полчаса Теперь мы его берем И колечками укладываем в банки Как можно плотнее И так далее Наливаем Сверху 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 В таком виде перца очень много в банку помещается так что вот у кого проблемы куда делать острый перец то так очень удобно сохранить на зиму вот целый противень перца поместился в одну банку еще приходится с другого докладывать так что очень экономно это расходование посуды ну вот перчик уложили теперь наливаем сюда примерно столовую ложку 9% уксуса заливаем под горло кипятком его тут уходит немного потому что почти весь объем занят перцем и сразу закатываем вот такой получился перчик в банках горячая теперь его нужно поставить на крышку чем-нибудь накрыть теплым и оставить так до полного остывания все остальное делаем точно так же пока вторая партия перца греется можно сюда еще подкинуть чесночка и